Я не знаю, что такое смерть. Я думаю, что этого не знает никто. Я думаю, что по этому поводу можно думать или не думать, потому что вряд ли есть хоть кто-либо из людей, которые способны об этом думать без некого особого волнения. И это волнение не всегда носит духовный и интеллектуальный характер. Скорее, это волнение имеет совсем другие источники. Волнение существует, безусловно, некие практики, благодаря которым, очевидно, состояние смерти не становится более ясным, более понятным, более приемлемым, но, по крайней мере, позволяет примириться в какой-то степени с этой неизбежностью. Эти практики доступны очень немногим. В каком бы разработанном виде они не существовали. Я думаю, что на практике достичь того состояния, которое позволяет спокойно посмотреть в глаза вечности, это тоже некий знак, если не избранности, то, по крайней мере, определенной исключительности. Если мы будем говорить о большинстве людей, повторю еще раз, не думаю, что кто-либо мог бы вам сказать, что это такое. По всей видимости, все-таки, так или иначе, всем людям свойственна какая-то надежда, может быть, вера. Скорее всего, надежда, потому что, если не будет надежды, то и не будет в этом случае, как и в остальных, вера. Но в том, что смерть – это пауза. Это пауза между какими-то двумя-тремя большим количеством временных промежутков, когда человек способен действовать, способен мыслить, способен существовать, способен совершать все то, что так или иначе связано с понятием жизни. Наверное, эта надежда, эта вера тоже имеет очень многие разнообразные формы, начиная от формы религиозной и заканчивая какими-то мистическими суевериями. Эта форма может иметь и своим основанием некую веру в развитие цивилизации, в развитие науки. На самом деле, так или иначе, любая форма надежды такого верования, она очень тесно сопрягается с любыми другими формами в этой плоскости бытия и сознания человека. И, наверное, все-таки, этот вопрос, так или иначе, связан с вопросом более общего характера. А зачем все это? Зачем вообще жизнь? Как появилась? С кем создана? Для чего она нужна? Вот если вы не ответите на этот вопрос, вы не ответите на вопрос, что такое смерть. На вопрос, что такое жизнь, вы отчасти ответите, потому что жизнь все-таки в каком-то качестве, в какой-то степени зависит от самого человека. Тоже спорный вопрос, но, тем не менее, достаточно допустима такая постановка вопроса. Смерть не зависит от человека. Я не имею в виду сам переход к состоянию жизни, к состоянию смерти, а я имею в виду все, что за этим переходом. Нельзя понять, не поняв, что, почему и откуда. А что, почему и откуда, абсолютно не ясно. И тут есть только одна надежда. Есть надежда, если действительно верить, что то, что происходит с нами, с нашими предками, с нашими потомками, имеет перед собой какую-то цель. Это то, что в конечном итоге все-таки истинно откроется, не знаю в какой сфере. В сфере религиозной, в сфере цивилизаторской, не знаю, она откроется, станет понятно, зачем все это. И тогда действительно или наступит конец мира, или человечество перестанет существовать, или напротив, мертвые восстанут. Продолжение следует...